Компания iMyPhone не перестает нас радовать, потому что есть интересная программка, которая поможет нам сменить нашу геопозицию. Для чего это нужно? Я вам сейчас подробно расскажу и покажу. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Итак, смотрите, друзья, ситуации бывают разные. Если вам нужно, будет необходимо показать свою текущую геопозицию, даже если вы там не находитесь, эта программка вам поможет. Перемещаться в реальном времени с точки А в точку Б, эта программка вам поможет. Если вам нужен многоточечный режим, эта программка вам поможет это сделать. Если просто вам нужно сменить ту геопозицию, даже там, где вы не находитесь, и вам нужно это показать, эта программа сможет это сделать. Давайте я же вам покажу, как ее зарегистрировать, что это вообще за программа, и в целом я вас конкретно с ней познакомлю. Вот компания iMacone AnyDue предлагает доступно для iOS 16 изменение местоположения GPS на iOS и Android устройств. То есть поделиться местоположением iOS и Android GPS на любую точку мира мгновенно, 100% работать с приложением на основании местоположения таких как AR-игры, социальные платформы и так далее. Джойстик для свободной имитации движения GPS во время игры, импортирования экспорт-файлов GPX для сохранения ваших любимых маршрутов. Совместимый со всеми версиями iOS и Android, включая iOS 16 и Android 13. Вот, вы можете здесь ознакомиться, видеоролик есть, положительные статьи, демонстрация, как это все работает, как мы можем это в Pokemon Go сыграть и так далее, и так далее. Ссылочка в описании под видео в закрепленном комментарии. Так вот, друзья, после того, как мы открыли нашу программку, все, вечный обычный функционал, тот, который нас встречает, мы можем здесь изменить язык, если вам это необходимо, техподдержка, все, социальные сети и так далее, и так далее. Здесь нам предлагает то, что мы можем увидеть, какие у нас есть доступные функционалы, обновления. Точно так же мы можем изменить тему на светлую, либо как у нас будет выглядеть карта, то есть дневное время, ночное время и так далее. То есть, ну и учетная запись, ту, которую вы зарегистрировали, здесь нужно будет ее активировать и в дальнейшем использовать данную программу. Что нам нужно дальше? У нас есть вариант подключения по Wi-Fi, нам нужно быть подключены к одной Wi-Fi точке, тогда и синхронизация произойдет. То есть, подключили iPhone и программу на одну Wi-Fi, все идет синхронно. Либо же мы это делаем по кабелю USB. Когда мы подключаем по кабелю USB, данная программа нам выдает функционал, то, что нужно нам зайти в настройки конфиденциальности, опуститься ниже и включить режим для разработчика. То, что я вам сейчас и покажу, как это сделать. Заходим, как нам говорят, настройки, конфиденциальность, опускаемся ниже, режим разработчика, активировать режим разработчика и перезагрузить устройство, чтобы наша программа считывалась и работала, как нам здесь нужно. После того, как устройство перезагрузится, у нас выскочит экран блокировки, разблокируем, все, у нас синхронизация прошла. Дальше у нас определяется устройство, либо же по вашей текущей геопозиции, либо же примерно. У нас есть право окошко, то есть, какое вы можете заметить, что оно нам дает. Заморозить местоположение, экспортировать файл, создать файл, текущая геопозиция, ну и управление, в принципе, нашей геопозицией. Вот, смотрите, друзья, я, допустим, хочу остаться в своей стране, но в другом городе, в том, которым я сейчас накажусь. Если вы хотите изменить, вот в верхнем левом углу вы можете здесь прописать любую страну и город, и можете использовать там вашу геопозицию. Обращаем ваше внимание, то, что в правом верхнем углу есть 6 режимов, которых мы можем использовать. Текущий режим отвечает за одноточечный режим, где мы сейчас находимся. Второй у нас уже в перемещении, то есть, мы можем это сделать по прямой, там, с точки А в точку Б, как вам заблагорассудится. То есть, мы можем настроить маршрут, выбрать, как мы будем пересекать, и нажимаем двигаться, move, и у нас это все будет двигаться. На окошке мы можем менять наши режимы, задать конкретную скорость и так далее. Следующий режим у нас немножко будет отличаться, то есть, мы задаем маршрут у нас с точки А в точку Б, то есть, либо пешеход, либо же это будет велосипед, либо же это будет автомобиль, неважно. Мы задаем скорость, выбираем режим и будет двигаться, то есть, с изменением скорости или же маршрута. То есть, точно так же, как в предыдущем, но уже с точки А в точку Б. Следующий это многозадачный, то есть, многоточечный режим. Мы выбираем абсолютно любой маршрут, опять же, назначаем его, выбираем скорость, опять же, пешеход. Вот это будет на велосипеде, на автомобиле, вы можете задать время, когда это все будет происходить и так далее, и так далее. И это все будет, конечно же, отображаться не только здесь, а и все на устройстве, то есть, в Google картах. Следующий режим доступен, режим джойстик. Вы можете передвигать так, как вам нужно, подключить даже сам джойстик и управлять вашей текущей геопозицией именно в таком ракурсе. То есть, вы можете двигать его вообще во всех 360 градусов, абсолютно, как вам заблагорассудится. Это очень хорошо подойдет, если вы играете в игру, там, допустим, Pokemon Go. Все, пособирали ваших персонажей и будете довольны. Очень классная программка, которая действительно поможет именно этот режим для выполнения поставленных задач. Поэтому, ребятки, напоминаю, что в текущем окне вы можете вписать абсолютно любую страну, любой город и использовать данную геопозицию по пунктам, как я вам показал. Это работает 100%. Все необходимые, нужные ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Вот сами все видели, друзья. Если вам будет интересно, все полезные ссылки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Вы для себя найдете много полезного, поэтому оставляйте ваше положительное мнение. Я постарался, и вы постарайтесь для меня точно так же подпиской, лайком, комментарием. Прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими, знакомыми. Дальше больше. Скоро увидимся.